артём кроп представляет путешествие автостопом серия 12 приятного просмотра извиняюсь за шум но это неизбежно максим нашел купона на улице бургер кинге на 2 менюхи доски до 6 евро но мы решили прикупить раз такое дело раскидочка фрау тоже скупается по скидочке сейчас питаемся сегодня вчера была точнее ровно неделя как мы путешествуем а сегодня мы решили отметить это бургер кинге в апсале тут конечно нет вай фая и это реально песен потому что я бы хотел бы написать всем что я такие дела ну ладно приятного аппетита мы просто сидели никого не трогали и подошел парень из ресторана эган и угостил нас пиццей сказал из украины и угостил нас пицца по кусочку и дал купоны на песков бесплатный кофе и короче самое главное но никто же не знал что мы с украины только знал тут человек который меня подвозил ну еще там пару женщин которые с детьми были круто реально большое спасибо эгану за пиццу нас угостили бесплатным кофе в ресторане эган в упсале откуда-то узнали что мы украинцы в гостили пиццы и бесплатным кофе круто реально круто кофе просто вкусно а мы еще даже не пришли куда планировать еще над на том же месте да мы здесь просидели а еще короче удивительный факт в общем на же шоу вас или вот эта пицца что я рассказывал оказывается нас угостили потому что этот челик откуда-то меня знал то что я с украины и он короче меня знал и поэтому подошел к нам и угостил пиццей и 3 кофе бесплатно 3 кусочка пиццы и 3 кофе бесплатно то может быть подписчик но у меня такое чувство тоже сложилось что я его видел а не знаю откуда это короче меня этот штрих сказал бассейн и глаза увиделся с рюкзаком и подумал что-то типа не из швеции ну это я так понял что он сказал но он сказал просить понятно ну короче я тут в упсале известная личность звезда вокзал в упсале идет дождь я не могу нормально адекватно снимать ну такой вот обзорчик прикольно мне нравится на по вокзалам мы не ездим поэтому мы летаем пешком бургер кинге там же это бесплатно набираешь сколько хочешь напитка в общем мы набрали себе в бутылочки немного нефти кока-колы а купили немного покупку кока-кола zero немного с нотками обычной кока-колы а еще короче у нас на улице все спрашивают в швеции где мы купили эти красные плащи которые закрывают рюкзак пойдем только одели его каждый подходит и спрашивает интересовались типа что это такое или где мы это купили да нанотехнологии нам направо да все яруси просто идут дождь льет они просто идут без зонтика на велосипедах ездят бегают вода ледяная просто заходят купалась это горячая вода нефига говорят полночная дни в швеции так хорошо хорошо тепло мы ветровках на улице больше чем плюс 20 не бывает они так они в футболках шортах лед такой теплый вид на дело в том что только солнце прячется или и сразу холодно не просто свежо как у нас а прям сразу холодно типа только солнце выходит до прячется все ветровка да да чилим на футбольном поле чисто отдыхаем потому что устали уже прошли довольно таки 15 километров пешком прошли вон в тот лес сейчас идем там разобьем палатки и все будет четко сегодня 8 день как мы путешествуем и это круто еще впереди море разных впечатлений мы пока что мы от стопгольма сдвинулись немного ну да от стартовой точки мы уехали только на 150 километров через пару дней уже будет мы больше чем 100 только проехали от аэропорта а ну да нормально двигаемся тогда да где-то так в среднем все круто мы все города мы наверное знаем возможно лучше мясных мы обошли все пешком мы проходим насквозь да пешком все почти просматриваем может некоторые окраины нет но тупо мы насквозь проходим из одного уезда центра полностью и вот именно по стокгольму мы его полностью полностью упсало почти полностью процентов 60 мы обошли да и стокгольд где-то там посмотреть по меткам тупо весь стокгольд почти так порфельский ну реально сил столько появилось с порфелем не так хорошо очень круто мы короче когда разрядили немного это палатки оставляли прям сильно сильно согласен мы проходили километр четыре дня мы поставили с рюкзаками уже километр вышли за час сейчас мы за час проходим почти 5 с рюкзаками да и это жестко уже привыкли у меня кстати после рюкзака спина не перестала бы я тоже и когда мы сидим на первые дни после рюкзака но мы скинулись садимся есть и у меня побаливала спина реально заряжает у меня сейчас самый тяжелый рюкзак наверное за все время даже с тем что мы накинули уже воду сейчас до затарились обратно положил еду считай все что было сначала и воды теперь две бутылки уже плюс три литра три килограмма чем бесплатная нефть до надо идти пора это уже пол десятого пора уже идти спать лагерь разбивать и спать да потому что всю ночь лил ливень еще и собирались шоу дочь ели шоу дождь пришли шоу дождь здесь всегда идет по ощущениям когда ложились спать для меня это было не знаю самое тяжелое ночи почему-то такая паранойя ударил а мы первый раз за городом ну да потом еще обнаружили что мы прям под военной базой тут буквально 500 метров если напрямую не по дорожкам короче обстановка нагнетающая все мокрое но утро было круче утра наверно было самым лучшим за весь наш срок до утра хорошая книжечку почитал до час только мусор надо убрать и двигать все алла сразу видно старенький очень домики это может скорее всего типа кинотеатр на на улице вот шалаш тоже наверно кто-то так как мы живет старая упсала ее здание церковь тоже старинная очень старая мы двигаемся к фонтану питьевому чтобы набрать водички посмотреть посмотреть старую псаллу и двигать дальше видимо она очень-очень старая кладка такая старинная просто из кирпичей туристы с домом на колесе такая вот старинная упсала старый город упсалы и здесь какая-то ферма и на крыше тупо растет мох земля цветы деревья прикольно как оно вообще там оказалось интересно или это специально так сделали возможно но прикольно полю и на повороте встретили такой магазинчик хотели зайти в туалет а там оказались оказалась украинка и парень из Латвии они нас угостили клубникой да вкусная была да очень вкусная приятные люди хорошо было пообщаться привет им передаю да мы тоже еще когда-нибудь может встретимся еще возле вашего магазинчика да весьма печально я бы сказал мы зависли на остановке льет огромный ливень молния гроза все что угодно чтобы мы не ехали дальше да даже ничего не видно но мы не теряем энтузиазма нам переждать главное это дождь и все будет прекрасно да круто то что мы здесь на остановке они не где-то в другом месте теперь остановка нас до конца не защищает от этого дождя лучше чем там да лучше чем там да нужно ждать мы здесь уже торчим почти будет скоро час 40 минут мы уже на остановке здесь 30 минут мы уже на остановке а дождь идет уже минут 10 такой прям дебелый ооо, спустя ты часа все-таки И удалось одному из нас уехать. Я все это время не стопил. Вышел на дорогу, буквально 3 минуты постопил. Остановилась машина и Артем уехал. Артем уехал и теперь дальше мы сейчас продвинемся немного по дороге. Пройдем к следующей остановке, потому что мы очень сильно замерзли. Из-за того, что не двигаемся и сидим на одном месте. Поэтому мы сейчас чуть-чуть согреемся и дальше будем стопить. Дальше будем стопить, потому что теперь нам нужно 100% встретиться в этом национальном парке с Артемом. Поэтому будем двигать. Прошло 4 часа и мы до сих пор здесь. Мы прошли километра 3, где-то так. Сейчас уже придем в тот город, куда мы должны были застопить машину. Так и не застопили. До того города было всего 5 километров, а там сворачивает дорога. И там уже, скорее всего, пришлось бы другие машины просто стопить. И поэтому мы стопили до того города или дальше. Но остановилось всего только пару машин. На одну из них уехал Артем. А мы пока еще никуда не уехали. Но сейчас уже скоро уедем. Сейчас дойдем до этого города. Марсти. И там оттуда будем дальше стопить. Еще 10 километров. И идем по таким гулямом каким-то непонятным. Здесь ни одной машины. Одна проехала. Это все. Да. Одна проехала. Нам еще километра 3. Это теоретически, возможно, хорошего места, там, где мы можем что-то застопить. Ну, это не факт, конечно. Но сейчас посмотрим. Просто уже... Интересно еще. ...в 7 вечера. И погода, конечно, не радует. Да и поставить здесь палатку не... Поэтому время покажет, что будет. Он застопил машину. Бежал за портфелем. Он сел. Сейчас уедет. Вот это встреча. Да, ну вон он, смотри. Он уехал, а машина... Да, вон. Видишь? Стартанула. Вот жук. Почти догнали. Мы-то пешком пришли. Да, мы-то пешком пришли. На второй машине. А он уже поехал. Жук. Ах, полетел. Жучара. Жучара. Мы сейчас не видим какие-то грехи. Да. Мы можем... Жучара. Реально жучара. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok